МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зеленую – низкий риск, желтую – со средним риском и красную группу – с самым высоким риском и угрозой не только заморозки счетов, но и полной ликвидации. Как не попасть в красную зону и как выбраться из красной зоны, если вы уже там, знает Сибнефтегрупп. Здравствуйте, это программа новости Сургут-24. Меня зовут Валерия Кудрявцева. В ближайшие полчаса мы расскажем о самом интересном сегодня, в начале выпуска некоторые его темы. Социально-экономические итоги прошлого года главы Сургута и Сургутского района выступили с докладами на встречах с губернатором Югры. 900 собак и около сотни кошек в Сургуте в этом году начнут строить муниципальный приют для животных. И в Сургутском районе стали чаще жениться, играют свадьбы и женихи, которым уже за 70. Сургутский район планирует строительство новых объектов по консессионным соглашениям. Глава муниципалитета встретился с губернатором Югры, где доложил о социально-экономических итогах года и планах на 2023. Андрей Трубецкой отметил, что в Сургутском районе сконцентрирована треть всего промышленного производства Югры. В деньгах это 1,875,000,000,000 рублей. Отмечен рост на четверть по сравнению с прошлым годом. Инвестиции в основной капитал составили 242,000,000,000 рублей. Рост среднемесячной заработной платы в муниципалитете составил 10%. Безработица сократилась. По консессионным соглашениям в минувшем году ввели школы в Нижнесартымском и Солнечном. Следующая должна появиться в городском поселении Белый Яр. С применением этого механизма планируется строительство спортивных кортов и комплексов с универсальным игровым залом в Русскинской и Лямино, а также хоккейной коробке в Угуте. На улучшение жилищных условий направили 1,9 млрд рублей. На эти деньги приобрели и передали жителям 564 квартиры. В муниципалитете в прошлом году введена в строй 91,000 квадратных метров жилья. Это абсолютный рекорд Сургутского района. Муниципалитет выкупил примерно треть всех жилых помещений. Выкуплено у застройщиков 28,000 квадратных жилья. На сегодняшний день площадь введенного и готового к немедленному выкупу жилья составляет 15,000 квадратных метров. В связи с чем, уважаемая Наталья Владимировна, мы ходатайствуем при наличии такой возможности увеличение объема средств на выкуп жилья в первом полуголье на 1,3 млрд рублей. Во время рабочего визита губернатор региона побывала в сельском поселении Лямина. Там Наталье Комаровой презентовали молодежную резиденцию, что открылось в конце 2022-го. И базу отдыха «Ляминские берега». Какие новые направления для досуга и образования появились в Сургутском районе и какое поручение руководитель Югры дала чиновникам муниципалитета, знает Мария Ливаня. Весь проект молодежной резиденции в Лямина от макета здания до дизайна стены наполнения выбирали юные жители поселения. У каждого центра своя изюминка. В этом появилось два новых направления – швейное дело и печать принтов на одежде. Мы прикладываем кубоку, на которую будем наносить на специализированную поверхность. Далее мы прикладываем наш шаблон. Шаблон закрепляется термоскотчем. И при нагреве термопресса переносится это все под пресс. В прошлом году служба молодежной политики администрации Сургутского района заключила соглашение с двумя высшими учебными заведениями – СурГПУ и Институт управления экономики и права. Поэтому в молодежных центрах теперь можно не просто весело провести досуг, но и получить образование и соответствующий сертификат. По двум направлениям – веб-разработка и организация работы с молодежью. Таких документов выдали уже 54. В молодежном центре Лямина мы планируем продолжить это направление профессионального обучения по таким направлениям, как графический дизайн, как дело производства и, разумеется, швейное дело. Потому что для того, чтобы ребята очень четко понимали, что они не просто так здесь занимаются и не просто так ходят сюда и посещают, мы должны это чем-то подкреплять. А сертификат государственного образца – это весомый документ, который помогает ребятам в дальнейшем. И трудоустроиться, и устроить свою профессиональную жизнь. Активно в Сургутском районе продолжают развивать и киберспорт. Муниципалитет в прошлом году стал единственным в России субъектом, где на работу официально устроили тренера по этому направлению. Во время визита губернатора Югры в Лямина специалист рассказал, что в районе есть все условия для развития фиджитал-спорта. Это новое движение, которое совмещает в себе киберспорт и традиционные виды физической культуры. Уже поступали предложения провести отборочные на игры будущего в Казани, поэтому мы в Сургутском районе готовы принять эти отборочные по игре. Вы что готовы? Могу показать лице-премьеру? Ну, у нас есть киберавина. Я тебе обещаю, что мы здесь и вот в Сатомино, мы же еще в Сатомино такой же построим, сделаем турниковую зону, беговую дорожку, брусья, и будете перед тем, как сесть за компьютером, физически развиваться. Это нужно, это сейчас на плане. Сказано, записано, опубликовано. Побывала губернатор и на базе отдыха Ляминские берега. За три года реконструкции ветхий объект превратился в место отдыха, куда с удовольствием приезжают гости из других муниципалитетов. Мы приезжаем сюда очень часто отдыхать с ребятишками, мы катаемся на тюнге, гуляем здесь, здесь очень прекрасно, детям очень нравится, большое место раздолье, есть тренажеры, здесь замечательные дома, хорошо очень принимают, чисто, уютно. Рекомендуем всем сюда обязательно приезжать. Несмотря на то, что оно находится на определенном расстоянии от города, мы приехали из Сургута, но оно того стоит. Здесь очень чисто, очень комфортно, и именно тот семейный отдых. На базе отдыха также планируют проводить сборы для спортсменов и мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Однако Наталья Комарова поручила определиться с конкретными направлениями того, что будут развивать в этом учреждении. Так как от выбора зависит, как нужно будет дооснащать объект, соответственно, разными будут на это и затраты. Мария Ливанян, Валерия Кудрявцева, Сургут, 24, Лямина. В России число безработных сократилось на 121 тысячу человек по сравнению с мартом прошлого года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера правительства страны Татьяны Голиковой. Не имеет постоянной занятости, сейчас 561 тысяча жителей. Это 3,7% от числа трудоспособного населения. Российской Федерации является абсолютным историческим минимумом с 1991 года. Лидером по предоставлению рабочих мест является Ямал, в топе лучших также Югра. К слову, оба региона в конце прошлого года оказались в десятке первых субъектов страны по качеству жизни. Ханты-Мансийский автономный округ занял 5-е место, Ямало-Ненецкий 6-е. Оценивались более 60 параметров, среди которых социально-экономическое положение, состояние инфраструктуры, заработные платы, варианты трудоустройства. Что касается Сургута, то в нашем городе не имеют работы, состоят на учете в службе занятости 500 человек. Это на 200 меньше, чем годом ранее. Увеличилось почти на половину количество самозанятых. В малом и среднем бизнесе сегодня работают 76 тысяч жителей. Оборот этого сектора экономики за год вырос на 8% и составил 260 миллиардов рублей. Численность занятых в малом и среднем бизнесе на 11% и оборот малого и среднего бизнеса увеличился на около 8%. Все это говорит о том, что город живет, экономика развивается, потребительский спрос. По домохозяйствам в частности положительные динамики. И, конечно же, с большей вероятностью это федеральные, региональные формы и меры поддержки. Мы пытаемся максимально его использовать. Ну и надеюсь, что мы такую же динамику удерживаем в 2023 году. Выступая перед губернатором Югре, Андрей Филатов в своем докладе поблагодарил региональные власти за выбор Сургута как территории развития научно-технологического центра. Объект имеет окружную федеральную поддержку. На данный момент инвестиционная емкость превышает 8 миллиардов рублей. В 2022 сбоев ни по финансированию, ни по строительству инфраструктуры не допустили. Еще один важный момент, на который обратил внимание глава города – агломерационное взаимодействие. В 2022 руководители пяти муниципалитетов автономии в Сургуте подписали соответствующее соглашение. Сейчас формируется рабочая группа, в состав которой войдут представители всех пяти территорий. Помимо нашего города, это Сургутские и Нефтьюганские районы, а также Нефтьюганск и Пытьях. Основная цель документа – усовершенствование транспортной системы, развитие промышленности, ускорение экономического роста. Всего в Югре до 2036 года планируется создать 8 агломераций. Сургутская официально оформлена первой. Сейчас сформируется рабочая группа, буквально в этот момент будет сформирована рабочая группа представительства от городов. Мы договорились, что будет такое перетекающее председательство. Договорились. И не хочу сейчас опережать. Вопрос очень часто задаваемый. Я думаю, что в феврале мы выйдем с предложения, какие проекты агломерационные. Мы не имеем права от единственного участника говорить о намерении. Конечно, у Сургута есть свой взгляд. С Сургутского района у нас больше сходится. Надо сейчас с коллегами обсудить. Но точно мы будем выходить с предложением. В Сургуте в следующем году может открыться муниципальный приют для животных. Там по планам будут содержаться 900 собак и около сотни кошек. Стоимость строительства пока не уточняется. Окончательная цифра станет известна, когда закончится проектирование. Отметим, что сейчас работы по отлову, чипированию и стерилизации бездомных животных в Сургуте занимается частная компания. К примеру, только в текущем году из бюджета города на эти цели выделили 23 миллиона рублей. Сейчас начаты проектные работы. До лета, скажем, 23 года будут выполнены проектные работы. И до 31 декабря приют должен быть построен. Место расположения приюта – улица автомобилистов. Это в направлении кооператива «Виктория». Мы едем. И там есть у нас такая улица. Там уже один приют существует, частный. И рядом будет муниципальный приют. Муниципальный приют позволит не привлекать подрядчиков к работе с бездомными животными, что может снизить затраты на эту статью расходов. Отметим, что в 23 году в силу вступили несколько изменений в законодательстве в сфере обращения с безнадзорными четверолапами. Например, теперь траты на стерилизацию, чипирование и вакцинацию несет не администрация города, а окружная ветеринарная служба. Мэрия Сургута платит только за пожизненное пребывание в приюте собак, которые не прошли тест на агрессивность и не могут быть выпущены обратно в естественную среду обитания. Таких на данный момент около 500. Содержание каждой особи ежедневно обходится бюджету муниципалитета в 203 рубля. Эти животные, к слову, с текущего года будут официально считаться муниципальной собственностью. Если они не проявляют агрессию, они их не будут на балансе. Условия 6 месяцев, они должны содержаться в приюте. Когда животное отловило, карантинные мероприятия занимают около 21 дня примерно. А после этого, если животное не проявляет агрессию, оно выпускается в среду обитания. И те животные, которые будут выпущены, они не будут имуществом администрации. Не дня без пожара. В Нефтьюганске сегодня загорелся центральный рынок. Пламя охватило сначала один павильон, затем еще несколько. Вызову присвоили повышенный уровень сложности. Первые прибывшие подразделения смонтировали магистрат для подачи воды на тушение. Окружили очаг и справились с возгоранием за 20 минут. Это довольно быстро, учитывая плотность торговых рядов и площадь, на которой огонь успел распространиться. 200 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пострадавших нет. Более того, торговцы во время тушения пытались попасть в зону ЧП, чтобы вынести на улицу товар. В дело пишут, в соцсетях приходилось вмешиваться охране и полицейским. Причины возгорания устанавливаются. В Сургуте двое мужчин из-за давнего конфликта убили оппонента, а тело закопали. Сыщики расследуют уголовное дело, заведенное в конце декабря. Тогда в полицию обратилась женщина и заявила о пропаже 42-летнего сожителя. Оперативники установили возможных причастных. Это двое мужчин 36 и 37 лет. Они, как сообщили в следственном комитете, обманом заманили потерпевшего на территорию муниципального казенного учреждения хозяйственное эксплуатационное управление Сургутского района на улице Технологической. В одном из производственных помещений прогремел выстрел. Злоумышленники совершили убийство мужчины путем выстрела из заранее приобретенного пистолета. После чего, с целью сокрытия следов преступления, поместили тело погибшего в полипропиленовый мешок и закопали на глубину около двух метров недалеко от места убийства. Злоумышленники задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По ходатайству следователя обвиняемые заключены под стражу. Мы отдаем посылки, не зная лично тех, кто вкладывает в них душу. Добровольцы гуманитарного корпуса встретились с активистами из Рускинской и Федоровского, которые с июня прошлого года шьют текстильные изделия и вяжут носки для жителей Донбасса. О том, какие эмоции остались от этого знакомства и как небольшая инициатива разрослась и теперь охватывает четыре поселения Сургутского района, расскажет Татьяна Расторгуева. Здесь находится пункт приема гуманитарной помощи. Сюда приносят и привозят вещи люди наши односельчане из Сургутского района. Он к нам приезжает, люди из Федоровки очень много. Здесь мы производим первичную сортировку вещей, что можно отправлять, что нельзя отправлять. И комплектуем по видам, по весу, по принадлежности. Вот этот целый мешок носков, которые связали наши вязальщицы. Вообще это 84 пары, которые сейчас новой отправкой поедут на Донбасс. В каждой паре носочков письмо для бойца, либо конфетка, либо что-то еще. Однако сердце Центра социальной помощи «Сателит» — швейный цех. Тут организовано два рабочих места. Выпускать текстильные изделия для жителей Донбасса в организации начали в июне прошлого года. Мы отправляли постельное белье в Пермайскую больницу через общественную организацию «Дыхание Родины» Екатеринбург. Это был большой-большой сбор в сентябре. И волонтеры ездили, груз мы отправляли сначала на Екатеринбург. Это был общий сбор, и уже оттуда отправлялся непосредственно не только в Пермайский. Но вот наше постельное белье въехало в Пермайскую городскую больницу. А с весны мы начинаем работать с пятью медицинскими учреждениями города Макеевки. Для них мы тоже будем шить текстиль для маленьких детей, полотенца для персонала. Меньше чем за год специалисты «Сателита» смогли организовать подобные цеха в четырех поселениях. По шивам текстиля и изготовлением шерстяных носков там занимаются около 50 человек. Это подростки и пенсионеры. Мы же единая Россия. Мы все родственники, сородичи, друзья. Друг всегда познается в беде. Я сейчас на пенсии. Дети выросли. Внуки тоже выросли, которым нужно помогать. У меня есть швейная машина, которую подарили мне дети. Я с удовольствием делаю эту работу. Мне это очень нравится. Я нахожу время. Я знаю, я думаю, я уверена, что это приносит пользу. Люди в этом нуждаются. Когда показывают такие репортажи, что люди месяцами сидят в подвалах, и у них просто нет ничего, то почему бы не сделать то, что мы можем сделать? С июня по сентябрь организация отправила полтонны гуманитарного груза. Любой сбор, который объявляется, он богат на участников, на жертвователей. И люди совершенно разные. Поэтому как район, так и округ в целом, это действительно очень добрые, сострадающие люди, которые готовы делиться. Каждая деталь в посылке находится не просто так. Во-первых, мешок может поднять женщина, потому что часто на разгрузке стоят женщины. Вот если я поднимаю, значит нормально. Каждый мешок мы дополнительно оборачиваем стрейч-пленкой, потому что в транспортных компаниях очень грязно, а нам жалко своего труда. Мы стираем, мы выглаживаем каждое изделие, которое отправляем. Почему не коробки? Мешки для того, чтобы их использовать повторно уже непосредственно на Донбассе. Просто сложить мусор и вывезти его. Каждый комплект пакуется в плотную термопленку 60 микрон. Мы специально это сделали, потому что очень было много запросов. В комплекты для новорожденных волонтеры вкладывают бирку с пожеланием «Будь здоров, малыш». Несколько таких посланий предложили написать и добровольцам гуманитарного корпуса, которые приехали в Рускинскую. Одна из целей визита, к слову, познакомиться с теми, кто стоит у истоков посылок добра для жителей Донбасса. На самом деле, если мы берем детские дома, когда мы ездим, то нас встречают люди со слезами на глазах. Это и мамы, и руководители этих организаций. Детки нас встречают, подбегают обнимать. И это тоже очень дорого. Причем часто мы видим детей инвалидов. Это тоже очень, их очень много. И сейчас, увидев то, что для них делается здесь, у меня, в основном, накатываются слезы. Ну, эмоции такие, они переполняют. Но радует то, что все-таки мы объединились. Мы делаем хорошее дело. И эти слезы, они в какой-то степени слезы радости. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Николай Сапожников, Сургут-24, Русскинская. Более 200 жителей Югры с момента начала специальной военной операции побывали на освобожденных территориях в качестве добровольцев. Среди их задач доставка гуманитарной помощи, приготовление горячих обедов для нуждающихся, восстановление зданий и социальных учреждений. Каждый выезд продолжается две недели. За это время волонтеры оказывают неоценимую помощь жителям городов и сел, где восстанавливается мирная жизнь. Прямо сейчас группа работает в Луганской Народной Республике. Чаще всего в миссии, как отметили в гуманитарном добровольческом корпусе Югры, отправляются люди от 30 до 40 лет. Есть и представители старшего поколения, серебряные волонтеры. В такие добровольные командировки уезжают жители не только Югры, но и еще 30 регионов России. У нас, допустим, был с Ямал-Анининского округа врач, 60 лет. Ему он порядка 100 человек в день в Мариуполе, сидя в машине, обслуживал людей, принимал, зашивал даже раны какие-то осколочные, оказывал лечение. То есть это подразумевает такую достаточно физическую, крепкую состояние здоровья, должно позволить такой нагрузкой работать. В поездки отправляются люди разных профессий. Врачи, юристы, строители, нефтяники. Помимо возможности применить свои навыки для помощи людям, они также помогают в бытовых и гуманитарных вопросах. Варят обеды, разгружают гуманитарные грузы, разбирают завалы в зданиях и на улицах. Новые люди нужны постоянно, потому как каждые две недели группы меняются, а ездить на Донбасс регулярно получается далеко не у всех. Для такой миссии люди берут отпуска, подбирают межвахтовое время или используют праздничные дни, либо отгулы. Есть список рекомендуемых для волонтеров навыков, но всем им можно обучиться уже в процессе работы. Главное иметь желание помогать. Подать заявку можно на сайте гуманитарного добровольческого корпуса Югры. Человек заполняет, что он умеет, и мы это все учитываем. У нас, конечно же, очень много техники. Ну как много техники? Техника разная, меняется. Это различное производство автомобилей. Это обязательно рекомендуем, конечно же, наличие водительского удостоверения, умение водить машину, потому что чтобы была взаимозаменяемость, подвижность в выполнении поставленных задач и возможность широкого, скажем, использования добровольца. Но так, в принципе, некоторые ничего не умеют, приезжают учиться. В Сургутском районе стали чаще жениться. За прошлый год статистика заключения браков выросла на 14%. Всего в 2022 образовалось 857 чаяк общества. Впервые отношения из них узаконили больше половины. Что касается возраста, то жениху чаще всего было от 30 до 39, а невесте от 18 до 24. К слову, мужчин старше 70 лет, желающих узаконить отношения, было пятеро, а вот женщин – ни одной. Количество заключенных браков в прошлом году оказалось больше, чем разводов. Расторгнуто 646 браков. Основная из них 500 – это на основании решения судов. По возрастам, таким вот основным пиковым возрастом, по расторжениям остается 30-39 лет. Из числа пар расторгнувших брак 186 пар прожили в браке до 4 лет, 165 пар прожили вместе от 5 до 9 лет, 191 пар прожили в браке от 10 до 19 лет. Увеличилась за прошлый год в Сургутском районе и рождаемость. В 2022 на свет появился 1571 ребенок. Это на 133 больше, чем в 2021. Мальчиков родилось на 67 больше, чем девочек. Самыми популярными именами в прошлом году стали Михаил, Лев, Амир, Александр, Сафия, София, Амина и Василиса. Придумывали жители района и необычные варианты, например, Курган, Гор, Тея, Бажена, Ниса. Редко называли своих чад такими именами, как Эльбрус, Бронислав, Добрыня, Русалина, Теона. Двойняшек было зарегистрировано в 2022 году больше, чем в 2021. В 2021 у нас их было 26. Тройняшек не было уже давно. Но у представителей коренных малочисленных народов в севере родилось 66 малышей. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте. www.indefisnews.ru и в соцсетях ОМЕДИА. Вас еще ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. У меня на этом все. До свидания. Если вы поклонник невероятных пейзажей города, если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамеры в руках, если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс на Сайме. На Сайме буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться, созерцая окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Ты изменяешь мне, сморисон? Нет, мы просто гуляли. Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Всё. Управляйте домофоном из любой точки мира. Авторадио. Крупнейшая коммерческая радиостанция. И несомненный номер один в автомобилях. Нас слушает множество людей. Ведь Авторадио – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А ещё Авторадио – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят. Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры. На Рутюб-канале ОМедиа. Сургут-24. Подпишись. Будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМедиа. Сургут-24. 16+. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова